Всем привет, ребята! С вами Натали, и сегодня у нас снова проба необычной еды. У меня здесь вкусняшки, по-моему, они китайские или корейские. Здесь есть необычные чипсы и всякие снеки. Вместе с вами сегодня их буду пробовать. Здесь даже есть картошка фри от Lays и очень странный тук. Короче, если вам понравится этот ролик, то, пожалуйста, поставьте большой пальчик вверх. Этим вы сделаете мне, ну, очень приятно, прям блаженство я испытаю, или как так называется. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие ролики. А также подписывайся на мой инстаграм, потому что там я общаюсь со своими зрителями. И если ты придешь туда после этого ролика, то напиши, что ты пришел после видео, где Натали с фиолетовыми губами, и что ты хочешь пиар у меня в сториз. Я выберу несколько человек и пропиарю вас у себя в сториз. Все, поехали! Первое, что я сегодня буду пробовать, это очень странные чипсы, которые сделаны из манго, кажется. Кокосовые чипсы King Island с манго. Мне интересно, соленые они, кислые, сладкие. Это, кстати, тайские чипсы, да, здесь написано Таиланд. Пахнет это очень своеобразно, такое ощущение, как будто сочетается здесь все. Все, какие-то яркие фрукты, также кокос, прям запах кокоса как будто чувствую. И в то же самое время пахнет солененькими такими чипсами. У меня даже выделилась слюна. Посмотрите, чипсы очень мелкие. Это очень подозрительно. Это не похоже на просто сухой манго. Они очень вкусные, ребята. Но я бы ни за что не подумала, что это манго. Скорее, это как будто кокосовая стружка, которая пропитана всеми возможными приправами. Для курочки, для индейки, для жареной картошечки, для плова и так далее. В общем, все такое. Собрано у нас в кокосовую стружку. Из этого как будто сделаны чипсы. Но вкуса манго я не чувствую вообще. Не знаю, не чувствую. Может быть, будет какой-то послевкусие, когда я уже проглочу. Но пока что нет. Я бы не назвала это чипсами, но я бы и не назвала это сухими фруктами. Это что-то особенное. Таиланд умеет удивлять. И чипсы Кинг Айланд. Это неплохая штука. Ну а сейчас я буду пробовать очень странный тук. Или тюк. У нас некоторые называют, но вообще тук. Правильно? Он у нас идет с нори. И он идет с прослойкой. То есть, как у нас в России. У нас тук в России это обычные такие печеньки. Но это как бы не печеньки, это крекеры. Они просто крекер. И все. А здесь прям идет прослойка. И еще должен быть вкус нори. И, кстати, ребят, напишите, кто помнит вот этого зайчика, эту пташку. Там еще, кстати, есть Мишка. Это приложение Line, которое было, мне кажется, популярно у нас, ну так, года, наверное, 4 назад, если даже не больше. Но вообще это корейское, кажется, приложение. Может быть, и в Китае им тоже пользуются. И там вот эти персонажи очень популярны. И когда мы ездили с Валерой в Японию, там есть целые магазины, посвященные персонажам приложения Line. Так забавно видеть вот здесь иероглифы рядом с надписью. О, вау. Очень интересная подача. Вот такой пакетик. Мне кажется, что там у нас, наверное, крекеры поломались. Ну ладно, ничего, нам главное вкус. О, как он пахнет вкусно. Ммм, пахнет просто божественно. Как будто каким-то сырком. 4 сыра просто. Вот так у нас, собственно, выглядит сам тук двуслойный. Здесь много-много такой посыпочки. И мы видим прослойка, которыми соединены два крекера. Ощутим силу перемен. Ммм, он прям разваливается. Очень мягкий. Я чувствую, я чувствую вкус нори. Вот тут я действительно его чувствую. Да, безумно вкусные. Они такие мягкие. Тук так и так мягкие крекеры. Ну, я пробовала, я знаю. И вот эти еще мягче. Вот казалось, куда бы мягче. Сырок этот похож на сыр Филадельфия внутри. И прям такое ощущение, как будто есть предвкус. Вот именно ролл в Филадельфии. Я потому что очень четко чувствую вот этот вот нори. Скоро я буду жирной. Я чувствую, я буду жирной. Можно попробовать сделать дома аналог. Если вы купите лисики нори, смажете это все таким творожным сырочком. Добавите туда какое-нибудь зелье, и у вас будет похожий вкус. В пачке идет три таких пакетика. И в каждом пакетике по четыре печеньки. Двенадцать штук получается в упаковке. Во как. Обязательно, если будете где-нибудь в Азии, я думаю, там это продается вообще на каждом углу. Обязательно попробуйте. Прям вкусняшка. Дальше. У меня идут, собственно, листочки нори. Но они у меня якобы очень острые, и они идут со вкусом какой-то рыбки. Вот так они и выглядят. Да, у нас тут одни иероглифы, собственно, вот эта вот рыбешечка. И они должны быть с красными вкраплениями. Мне интересно, это действительно рыба здесь на них, или как вообще? Давайте откроем. Вау! Эта красная штучка прилипла даже вот здесь. Смотрите. Она очень острая. Если вы не любите острое, вам это не понравится. Итак, собственно, пробуем сам листочек нори. Вот такой он тоненький, божественный. Я обожаю листики нори. Вот эти вкрапления. Здесь их очень-очень много. Вот этих красных вкраплений. Пробуем. Листочек очень нервный. А вот эти красные вкрапления дают прям такую жгучесть. Очень заметную и яркую. Но я, как человек, который любит острое, я это оценила по достоинству. Хотя мне сейчас острое нельзя есть, потому что мне прыщи. Я не могу. О, как это вкусно. Если вы любите остренькое, то обязательно попробуйте. Рыбного какого-то привкуса я не заметила. Я только чувствую вот эту вот жгучесть, как будто от красного перчика. Везде у себя во рту и на языке, и вот на щеках, и на небе. Но для меня это очень терпимое такое. Женя, оно буквально пройдет, наверное, через минуту и забудется. И прям такое прожигающе. Мне прям понравилось. Очень. Я прям ставлю пятерку. Надо было больше пачек заказывать. Блин, всего одна. Ладно, идем дальше. Здесь нишка розовая сверху, а здесь креветочка торчит. Конечно же, я думаю, мы с вами понимаем, что это такие чипсы с креветками. Да. Упаковка на самом деле такая, будто это какая-то сладость, либо мороженое. Знаете, фруктовый лед с клубникой. Фруктовый лед с креветкой. Так, открываем. И пробуем. Очень классно. Посмотрите, они здесь как будто какие-то бусины прям лежат, как будто ракушки. Так выложены. Офигенно. А запах! Люди, которые любят креветки, от этого запаха истекут слюнями. В том числе я. Вот такие совсем тоненькие, маленькие чипсики. Они беленькие, кругленькие. Все как на подбор. Очень хрустящие. Знаете, вкус такой нерезкий. Очень нежный. Ммм, да, креветку вы чувствуете, когда уже полностью прожевываете и глотаете. Здесь не яркий вкус. Они именно такие, типа, скромненькие. Потихонечку, полигонечку, чтобы не шокировать яркостью вкуса. Такие вот лайтовые. Либо мне после нори, уже так кажется. Это такие своеобразные чипсы. В них нету яркого вкуса, как мы привыкли, когда мы кушаем чипсы, что либо сразу чувствуется остроту, соль, сразу приправы чувствуете, аромат и так далее. Нет, они не купаются в приправах. Для любителей вот такого более натурального и вкус креветки в полной мере ощущаете, когда уже проглотили. Вот, например, сейчас сижу, я съела чипсы. У меня прям такая, знаете, дух креветочки гуляет во рту. Дух креветочки. Давно умерший, конечно. Если она вообще участвовала здесь в изготовлении чипсов. Я ставлю пятерку. Они вкусные, но кто любит яркие вкусы, прям яркие вкусы, я думаю, вы не оцените. Знаете, такие более скромные чипсы. Еще одни чипсы от King Island из Таиланда. И на этот раз у нас это чипсы с ананасом. Подождите, кокосовые чипсы с ананасом. Ребята, я только сейчас поняла, насколько я тупанула. Первые чипсы манго это кокосовые чипсы со вкусом манго. Вот как я говорю, что-то похоже на кокос. Извините меня, пожалуйста. Вот так выглядит упаковка. Она прям плотненькая такая. И сами чипсы у нас тоже стружка. Сейчас я вам покажу. Ой, стружка! Вот такие они мелкие. Прям смотрите, как будто сушеные кальмары. Сразу охапочка. Вот эти более сладкие. О, они прям очень сладкие. В отличие от первых, которые были больше похожи на чипсы, там была действительно соль. Там были какие-то приправы. Это была смесь чего-то сладкого с все-таки соленым. Здесь только сладость. Знаете, я думаю, под чаек очень будет здорово. Пить не сладкий чаек и класть у рота вот эти вот чипсики. Product of Thailand. Если поедете в Таиланд, попробуйте. Но с манго мне понравились больше. С манго, потому что действительно больше смахивает на чипсы. Ну и последнее, ребята, что мне было попробовать интереснее всего. Ого! Это картошка Free at Lace со вкусом томатов. Смотрите, она прям в такой баночке, как будто это йогурт. Словно вы открыли крышечку, сейчас будете есть йогурт, но нет. Причем это сушеная картошка Free. Посмотрите, как выглядит. Здесь вот у нас фотография помидорки. Собственно, сама картошечка. И вот здесь такой маленький глазастик у нас прям на пленочке сверху. Что ж, мне очень интересно. Я не знала, что Lace производит еще и картошку Free. Для меня это стало открытием, но, как говорится, азиатские страны умеют удивлять, у них там всегда вот все самое необычное. Открываем. Выглядит, как будто мы зашли с вами в Макдональдс или в Бургер Кинг и заказали картошку Free. Так, она там уложена. Смотрите, как она пропитана солью, всякими приправами, аж оранжевая вся, вся аж посыпана. Ну что, реально картошка Free на вид. Попробуем. О боже! Знаете, на что похоже? Сразу говорю, не на картошку. Похоже на наши русские чудо-сухарики. Чудо-сухарики! Ставьте лайк, если любите или любили в детстве чудо-сухарики и обязательно напишите, какой у вас был самый любимый вкус чудо-сухариков. Лично у меня это была сметана и лучок. Это мои самые любимые были. Ну так вот, если бы мне сказали Наташа, закрой глаза, открой рот и положили вот это, я бы ни за что не догадалась, что это картошка. Я бы подумала, что чуваки решили со мной поделиться чудо-сухариками. Вообще, как будто они картошка. Соответственно, не похожие на картошку Free. Вообще. Потому что она достаточно жесткая и хрустящая. Ребят, я поставлю, наверное, пятерку картошки Free Аплейс. Но это прям такой я в детстве немного вернулась и как будто скушала чудо-сухарики. Если вы это пробовали, напишите в комментарии. Вам не показалось, что это очень похоже на наши русские сухарики. Очень интересно, блин, еще съем. Вкусно очень. На этом все. Хочу сказать, что больше всего наверное мне понравились как раз таки чудо-сухарики в виде лейс. И мне очень понравились крекеры Тук. Безумно вкусные. Я надеюсь, вам ролик понравился. Напишите, что бы из этого вы хотели попробовать или что бы из этого уже кушали. Если вы любите видео с едой, то вы знаете, что делать. Ну а я прощаюсь, ребята, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok